Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна и в данном видео мы сделаем очень не типичный обзор, а именно поговорим о магазинах, в которых я приобретаю колоды. Очень много и часто я получаю от вас сообщений, вопросов, где же я покупаю Таро, поэтому я решила приоткрыть запису тайны и расскажу о тех местах, где часто есть возможность приобрести некоторые колоды или перед примером, или же сразу после того, как та или иная колода стала доступна на сайте издательства. По сути, это только два места, но также поделюсь другими магазинами, качеством обслуживания, которым я очень довольна. И сразу скажу, это не реклама, это мое субъективное мнение, пользоваться ли вам услугами тех или иных торговых площадок решать исключительно вам. И да, вся информация касаемо международной доставки в местных польских магазинах была предоставлена владельцами магазинов. Видео будет долгим, поэтому запасайтесь терпением, кофейком, чайком, вкусняшками. И мы переходим на экран монитора и начинаем. Начнем, пожалуй, с моих двух самых любимых польских эзотерических магазинов, в которых я приобретаю колоды и книги на постоянной основе. Это магазин Ocean.com.pl и комната книги. И знаете, эти магазины проверены у меня временем, и у меня также была возможность убедиться в качестве предоставляемых услуг, не только по формуле заказа и доставка, о чем я также поведаю более детально. Итак, мы начнем с магазина 8. К сожалению, вручную вы не сможете переключить язык. Раньше можно было здесь дописать вставку N. И автоматически страница переходила на английскую версию, но почему-то в последнее время эта функция перестала работать. Но вы можете воспользоваться автоматическим гугловским переводчиком. И вот вам все на русском языке. Хотя, мне кажется, для большинства из вас страница в польской версии будет интуитивно понятна. Вот здесь у нас предоставлены все новинки, которые поступают в магазин, что иногда упрощает поиск. В меню вы можете найти карты Таро, Ленорман, руны, книги по мантических инструментах, ангельские карты, все, что касается магии, кристаллы и книги различные по саморазвитию, по магии и так дальше. Ну, здесь, как говорят поляки, доктору, до выбору. Итак, у меня, знаете, не так давно случилась очень странная ситуация, как для меня лично. Я сделала заказ в этом магазине. Это была колода карт и брошюра. А последний я успешно забыла, что не похоже вообще на меня. Так вот, посылка только с картами мне пришла на следующий день, но без второго товара. И поскольку я забыла о книжечке, соответственно, не писала продавцу. И когда я вернулась на работу после двухнедельного отпуска, я была приятно удивлена, что ко мне пришел конверт с успешно забытой брошюрой, за что магазину огромный респект. И, кстати, хозяйка магазина очень быстро отвечает на сообщения. В этом интернет-магазине есть возможность международной доставки. Итак, давайте сделаем, прежде всего, рассмотрим алгоритм заказа. Первое, что я рекомендую сделать, это создать свой аккаунт. Вы можете сделать, нажимая вот на эту иконку, у меня есть свой аккаунт. Вы здесь можете увидеть историю своих заказов. Вам будет проще, например, сообщить о возврате и вообще будет чувство безопасности. О всех нюансах заказа и доставки для иностранных покупателей мне подробно поведала пани Магдалена. Она же хозяйка магазина. Итак, давайте вот возьмем мечты Гайи, колоду Тару. Мы ее добавляем в корзину. Нам выскакивает сообщение, что у нас есть товар. Переходим в корзину. Ну, дальше, съезжаем ниже и выбираем страну. Давайте возьмем... Где она была? Что? Россия? Россию уже не видно. Хотя было раньше. Давайте попробуем Украину. Да? И вот нам здесь показывает, что стоимость доставки это 30 злотых. Это 7 долларов 53 цента. Что касается формы оплаты. Она рекомендует вам использовать вот именно систему Paypal. Это самый оптимальный вариант, потому что делая обычный перевод банковский, вы заплатите намного больше. Также, как вариант, вы можете сделать заказ посредством электронной почты. Тогда продавец вам вышлет номер своего счета в Paypal. И когда посылка будет выслана, получите номер отслеживания. Ну, и мы здесь пробуем, переходим. Вот еще у нас, скажем так, финальная страница перед оплатой. И нажимаем кнопочку оплатить. И вас перебрасывает автоматически в систему Paypal. И еще несколько слов. Также я хотела рассказать, что если вы заказываете от 1 до 4 лот, то есть вес посылки будет до 2 килограмм, и это, скорее всего, стандартные упаковки Lo Scarabeo, тогда посылка приходит к вам в конверте, как письмо. Если же вес больше, тогда нужно отправлять как посылку, уже такую в коробке, ну и, соответственно, она может задержаться на таможне. Время доставки около 2-5 недель. Доставка в ноябре и декабре может быть 3-4 недели, а в остальные месяцы до 3 недель. Давайте переходить к следующему магазину. Дальше. Это магазин комната Кшенушки. Так, здесь мы также видим все новинки. Но, знаете, ассортимент здесь немножко меньше, но это также не меняет моего мнения насчет этого магазина. Кстати, хозяйка магазина, это таролог, которая написала и издала несколько книг по таро. И нет, это не Алисия Кшановска, а Ивона Стелтер, который книги, вот, вот ее две книги, немножко неудобный интерфейс. Первая книга, это таро, тайные, скажем так, знания, и код таро. Я эти книги могу рекомендовать с чистой совестью. И, кстати, вам тоже расскажу, что смотрел обзор на таро оппозиции. Тот знает, что у меня не хватало одной карты. Это был промах издательства. Я написала хозяйке, объяснила ситуацию, и она предложила мне два пути решения. Я ей возвращаю колоду, а она мне деньги. Или же я должна была немножко подождать, когда мне издательство дошлет карту. Тогда в Лос-Карабео был отпуск, практически месяц, и где-то месяц я ждала эту карту. Почему я выбрала именно второй путь? Уже немножко попользовалась колодой, чтобы понять ее качество, и я должна была приготовиться к тому, чтобы сделать обзор. То есть она была не первой, скажем так, свежести. Мне совесть не позволяла вернуть ее, как говорят на сленге, поюзанную колоду. Но важно здесь то, что меня не проигнорировали. Меня хозяйка информировала о том, на каком мы этапе, как выглядит ситуация. Знаете, очень понравился мне ее подход, скажу честно, я даже не ожидала. К сожалению, доставка только по Европе. Пани Ивона аргументирует это тем, что доставка в Украину и Россию, и другие соседние страны будет очень дорогая, и жителям этих стран лучше подождать немного и приобрести в местных магазинах или на международных торговых площадках. Дальше. Следующий магазин. Это тоже польский, и это магазин Алиции, Аллы Алиции Хшановской. Да, простит она меня, ее фавориты. Здесь все-таки много до дурного. Здесь можно найти не только все магические, магическую атрибутику и таро, но здесь можно найти косметику, здесь можно найти постель, здесь можно найти предметы для наших четвероногих друзей. вы здесь также можете приобрести ее книги с автографом. Вот я сейчас покажу. И не только ее книги, но книги других практиков, не только это таро ломье. Также здесь я, скорее всего, не увижу, можно приобрести ее курсы. Если вы регистрируетесь здесь и что-то покупаете, вы можете заказать, не заказать, скорее, скачать электронную книгу, ее, Мистериум Таро, старшая аркана. И здесь иногда есть информация о ее курсах. Когда проходят, куда платить, сколько платить и так далее. Скажу так. Я один раз заказала колоду, все оперативненько мне пришло, без каких-либо проблем. Международной доставки здесь, к сожалению, нет. Поэтому, если вы когда-либо приедете в Польшу или у вас есть здесь знакомые, тогда можете смело здесь все заказывать. И дальше. Последний польский магазин, тоже когда-то мой очень любимый, это магазин Чары Мары. Я здесь заказывала практически все колоды, все Левелиновские колоды у меня были куплены в этом магазине. К сожалению, на протяжении долгого времени они практически перестали здесь обновлять ассортимент. Таро и Оракул. Помню, как несколько месяцев тому назад они делали опрос в Инстаграм, какие колоды покупатели хотели бы видеть, но, по ходу, на этом дело и заглохло. Сейчас они больше продают книги и магические аксессуары. Иногда привозят карты десятилетней давности. Слушайте, первое свое видео на этом канале я залила полгода назад. И это было сюрреалистическое Таро. Вы думаете, они добавили эту колоду в свой ассортимент или другие новинки за это время? Нет. Раньше у них можно было найти любую колоду от любого издательства. Качество услуг у них также шикарное. Но с картами у них что-то очень-очень слабенькое. У них, кстати, есть также международная доставка. Они могут выслать как приоритетным письмом, посылкой, а также экономической посылкой. Давайте вот добавим Мермейд Таро в корзину. Мы переходим... Также рекомендую здесь создать свой аккаунт. Мы здесь переходим в корзину. Выбираем страну. Вот. Здесь у нас есть Россия. Итак, выбираем страну и выбираем вид посылки. Есть у нас... Я так, чтобы вам было лучше. Приоритетное письмо. И экономическая почтовая посылка. Также вот здесь можете оплатить через Paypal. А что, что также вам рекомендую сделать. Вот. Нам всё начислили. Идём дальше. Тут мы вводим свои данные. Переходим дальше. И нас автоматически перебрасывает в систему оплаты. Ну и на этом всё. Наш заказ сделан. В случае чего с вами будут контактировать менеджеры. И несмотря на то, что магазин не пополняет ассортимент. Здесь тоже можно найти всякие интересные штуки. И, к сожалению, они больше сконцентрировались. Этот магазин сконцентрировался на введении собственных соцсетей. А товары, которые у них залежались, рекламирует польская ведьма-блогер на Инстаграм. И да, кстати, с этим магазином связь чудесная. Ну что ж, с маленькими местными магазинами мы, пожалуй, закончим. И идём дальше. Здесь я постараюсь очень быстро рассказать о заграничных магазинах, в которых я делала покупки. Первый. Это Mystic Silk. Здесь менеджер, с которыми я общалась. Очень приятная девушка. Она помогала мне с оформлением заказа. Я не люблю копии карт. Я предпочитаю оригиналы. Но выбрала Mystic Silk, потому что они делают свои колоды. У меня есть и второе о свободной жизни. Кто ещё не знаком? Вот. И Оракул Затмение. Именно переделанный вариант. Кстати, касаемо Оракула Затмение. Читала, что качество оригинала не Ахти. Тем более я пыталась его приобрести в России. Но посылка стоила дороже, чем сама колода. Сейчас я покажу. Может уже кто-то знаком с этим Оракулом. И вот услугами таких издательств, как Mystic Silk, которые делают копии, я пользуюсь только в случае, если они создают собственные колоды. Если они переделали какую-то колоду, улучшили её с точки зрения качества, и мне изменённая версия, как-то даже, знаете, больше по душе. Или же, если в их ассортименте есть какая-то колода, которая мне нравится, но оригинал уже давним-давно снят с производства. Вот, например, как Таро Викторианских Фей. Но, кстати, благодаря Mystic Silk я узнала о существовании многих красивенных Оракулов и Таро. Дальше. Магазин. Украинский магазин Pentagram и Esoterra. Карты я здесь не покупала. Только книги. И почему? Во-первых, в общем количестве мне пришло 10 книг, за которые я заплатила, как за 2-3 книги в Польше. И следующий момент. Многие книги, такие как... И вот такие книги, как, например, Мэри Грир или Лиза Робертсон, они не переведены на польский. Их можно приобрести только на английском. А на английском они дороже, потому что, как минимум, нужно учесть еще доставку. Также книги Хайя Ванцхофа. В Украине их можно приобрести за копейки. А в Польше выпустили тираж нескольких его книг 10 лет назад тому. И все. Их раскупили. Их уже нету. Можно купить только БУ за очень-очень дорого. Потому что его книги уже считаются раритетом. Да, и выбор на украинском и российском рынке больше. Но, например, на польский приведены также классные иностранные книги по Таро. Например, Барбары Мур, Мелисы Циновой. Ну, допустим, еще Даниэль Нуэль. Хотя книги ее, так знаете, как говорят, 50-50. Не всегда покупаю в Польше книги. Потому что Кшановская издает книги одна за другой. И порой, мне кажется, что она пытается затмить своих конкурентов. У меня есть несколько ее книг. Но, честно скажу, они как-то не зашли они мне. Да, и в закрытых группах тарологов в Польше. Говорят, что она читает книги русских тарологов. Или книги, которые приведены на русский язык. И переводит на польский. Сколько в этом правды, затрудняюсь сказать. И как-то поляки, ну, тоже, знаете, как-то сказать, что вот ее очень любят, я не могу. Конечно, она имеет из своих фанатов больше. И, пожалуй, перейдем к последним международным торговым площадкам. Первый. Это бук депозиторий. Я не заказывала ничего на этой платформе. Тем более, я не люблю ждать колоды по 3-4 недели. Говорят, это было еще до выхода Британии с ЕС. А сейчас дело обстоит еще хуже. Эту платформу я использую исключительно для того, чтобы разузнать рынок таро. Дальше. Этси. Несмотря на то, что я давно знакома с этой платформой, вот только недавно я заказала там таро, вот, мистической вселенной от независимого латвийского издательства. Здесь на этой платформе можно найти очень, очень крутые колоды, скажем так, и масс-маркет, и от независимых издательств. Если вы, например, боитесь, что заплатите деньги, вам не вышлют колоду, деньги за товар, которые вы заплатили здесь конкретному магазину, продавец получает лишь тогда, когда вы получите товар. Все это время деньги, скажем так, держит эта платформа. Ну и, конечно же, мой must-have, Amazon. И последнее, мой must-have, это Amazon. Итак, я заказываю на европейском и на американском Амазонах. На европейском я всегда выбираю польский, немецкий и британский. Каждую колоду я здесь сравниваю с точки зрения цены. Вот, например, Amanty Oracle будет выгоднее всего покупать на польском Амазоне, но, например, Таро Светлова провидца в Британии. Но также учитывайте стоимость доставки. Ну что ж, друзья, на этом с обзором магазина мы можем закончить. Видео может быть очень долгим, может очень скучным. Это я впервые делаю в таком роде видео. Я вас благодарю за просмотр. Надеюсь, что-то было для вас полезное. Если у вас будут вопросы, тогда пишите на почту, на инстаграм. Высылайте почтового голубя. Может, я также узнаю от вас что-то новое. Спасибо еще раз за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.